Повесть о старике Таке Тори Перевод со старо-японского Веры Марковой Глава первая. Чудесное рождение Кагуя Химе Не в наши дни, а давно-давно, жил старик Таке Тори. Бродил он по горам и долинам, рубил бамбук и мастерил из него разные изделия на продажу. Потому и прозвали его Таке Тори, тот, кто добывает бамбук. А настоящее имя его было Санукино Ме Цукомаро. Санукино Ме Цукомаро — имя, пародирующее старинные летописи, звучит комически после сказочного фольклорного зачина. Вот однажды зашел старик Таке Тори в самую глубину бамбуковой чаще и видит, от одного деревца сияние льется, словно горит в нем огонек. Изумился старик, подошел поближе, смотрит, что за диво. В самой глубине бамбукового стебля сияет ярким светом дитя, прекрасная девочка, ростом всего в три вершка. И сказал тогда старик, с утра и до позднего вечера собираю я бамбук в лесу, плету из него корзины и клетки. А нынче досталась мне не клетка, а малолетка, не плетушка, а лепетушка. Видно, суждено тебе стать моей дочерью. Взял он ее бережно и отнес домой, а дома поручил заботам своей старухи. Красоты девочка была невиданной, но такая крошечная, что положили ее вместо колыбели в клетку для певчей птицы. С той самой поры, как пойдет старик Таке Тори в лес, так и найдет чудесный бамбук. В каждом узле золотые монеты, понемногу стал он богатеть. Росла девочка быстро-быстро, тянулась вверх, как молодое деревце. Трех месяцев не минула, а уж стала она совсем большой, как девушка на выданье. Сделали ей прическу, какую носят взрослые девушки, и с должными обрядами надеяли на нее длинное «мо». Сделали ей прическу, какую носят взрослые девушки, зачесали кверху детскую челку, а волосы с затылка спустили на спину. «Мо» — предмет парадного женского одеяния, род длинного шлейфа, украшенного цветным рисунком и двумя не спадающими лентами. Когда девушка из знатного рода достигала 12-13 лет, то справляли обряд совершеннолетия, во время которого на нее в первый раз надевали «мо». Из-за шелковой занавеси девушку не выпускали, чтоб чужой глаз не увидел. Так берегли и лелеяли. Ни одна красавица на свете не могла с ней сравниться нежной прелестью лица. В доме темного угла не осталось, все озарило сиянье ее красоты. Нападет иной раз на старика недуг, но взглянет он на свою дочь и боль как рукой снимет. Возьмет его досада, рассердится, и только увидит ее, утешится. Долгое время еще ходил старик Такэтори в лес за бамбуком. Каждый раз находил он дерево, полное золотых монет, и стал неслыханным богачом. Когда найденная дочь его совсем выросла, призвал старик Такэтори жреца имбэ-но-акита из Мимуродо. И Акита дал ей имя на йотакэ-но-кагуя-химэ, что значит «лучезарная дева, стройная, как бамбук». Жрец И-бэ-но-акита из Мимуродо. Имбэ-жреческий род, жрец. Акита — собственное имя. Мимуродо — название местности в провинции Ямасиро. На йотакэ-но-кагуя-химэ, лучезарная дева, стройная, как бамбук. В древнейшей Японии имена сочинялись к случаю и нередко включали в себя сложные поэтические эпитеты. На йотакэ — гибкий бамбук, кагуя — лучезарная, химэ — дочь солнца. Три дня праздновали радостное событие. Старик созвал на пир всех без разбору. Пенью, пляском конца не было. Славно повеселились на этом торжестве. Глава вторая. Сватовство знатных женихов. Люди всех званий, и простые, и благородные, наслышавшись о несравненной красоте кагуя-химэ, влюблялись в нее с чужих слов, только и думали, как бы добыть ее себе в жены, только и мечтали, как бы взглянуть на нее хоть раз. Даже близким соседям, даром, что жили они возле самой ограды, у самых дверей ее дома, и то непросто было увидеть кагуя-химэ. Но влюбленные, глаз не смыкая, все ночи напролет бродили вокруг ограды, и, проделав в ней дырки, заглядывали во двор и вздыхали. «Где ж она? Где ж она?» А многим слышалось «Где жена? Где жена?» Влюбленные вздыхали. «Мы тоскуем, мы плачем, а от нее не привет о невесте». А людям слышалось «Мы тоскуем о невесте, о невесте». Так и родились слова «жена» и «невеста». Так и родились слова «жена» и «невеста». В оригинале шуточно обыгрывается этимология слова «свататься» в первоначальном значении «тайно ходить к жене по ночам» форма брака, бытовавшая при родовом строе, когда жена оставалась в родительском доме. Об этом в предисловии. Знатные женихи толпою шли в безвестное селение, где, казалось бы, не могла скрываться достойная их любви красавица, но только напрасно труды потеряли. Пробовали они передавать весточки Каго и Ахиме через ее домашних слуг никакого толку. И все же многие упрямцы не отступились от своего. Целые дни, все ночи бродили они вокруг да около. Те же, любовь которых была, неглубока решили ходить понапрасну пустое дело и оставили тщетные хлопоты. Но пятеро из несметного множества женихов, великие охотники для любовных приключений, не хотели отступиться. Один из них был принц Иси Цукури, другой принц Курамоти, третий был правый министр Абе Но Мимурадзи, четвертый Дайнагон Отомо Но Миюки и, наконец, пятый Тюнагон Исоноками Но Моро. Правый министр, третий по степени важности, должностной чин после главного и левого министров в Дайль-Дзёкане, в Высшем Государственном Совете. Дайнагон, старший государственный советник, высокое придворное звание. Тюнагон, второй государственный советник. Вот какие это были люди! На свете множество женщин, но стоит, бывало, этим любителям женской красоты прослышать, что такая-то хороша собою, как им уже не терпится на неё посмотреть. Едва дошли до них слухи о прекрасной деве Кагуя Химе, как они загорелись желанием увидеть её, да так, что не могли ни спать, ни пить, ни есть, совсем от любви обезумели. Пошли к её дому. Сколько ни стояли перед ним, сколько ни кружили около, всё напрасно. Пробовали посылать письма, нет ответа. Слагали жалостные стихи о своей любовной тоске, и на них ответа не было. Но никакая суровость не могла отпугнуть их, и они продолжали приходить к дому Кагуя Химе. И в месяц Инея, когда дороги засыпаны снегом и скованы льдом, и в безводный месяц, когда в небе грохочет гром и солнце жжёт немилосердно. В месяц Инея — одиннадцатый месяц по лунному календарю. Безводный месяц — шестой месяц. Однажды женихи позвали старика Таке Тори, и, склонившись перед ним до земли, молитвенно сложив руки, стали просить «Отдай за одного из нас твою дочь». Старик сказал им в ответ, «Она мне не родная дочь, не могу я её преневоливать». Влюблённые разошлись по домам, опечались и стали взывать к богам и молить, чтобы послали им боги исцеление от любовного недуга, но оно всё не приходило. «Ведь придётся же и этой упрямице когда-нибудь избрать себе супруга!» С надеждой думали женихи и снова отправлялись бродить вокруг дома Кагуя-Химе, чтобы она видела их постоянно. Так своей чередой шли дни и месяцы. Как-то раз старик, завидев у своих ворот женихов, сказал Кагуя-Химе, «Дочь моя драгоценная, ты божество в человеческом образе, и я тебе не родной отец, но всё же много забот положил я, чтобы вырастить тебя. Не послушаешь ли ты, что я, старик, тебе скажу?» «Ты — божество в человеческом образе. Согласно буддийским воззрениям, Будды и другие божества могут воплотиться на земле в человеческом и любом ином образе». Кагуя-Химе ему в ответ, «Говори, я всё готова выслушать. Не ведала я до сих пор, что я божество, а верила, что ты мне родной отец». «Утешила ты меня добрым словом», — воскликнул старик. «Вот послушай, мне уже за седьмой десяток перевалило. Не сегодня-завтра придётся умирать. В этом мире уж так повелось. Мужчина сватается к девушке, девушка выходит замуж. А после молодые ставят широкие ворота, семья у них множится, дом процветает, и тебе тоже никак нельзя без замужества». Кагуя-Химе молвила в ответ, «А зачем мне нужно замуж выходить? Не по сердцу мне этот обычай. Вот видишь ли, хоть ты и божество, но всё же родилась в женском образе. Пока я, старик, живу на свете, может ещё всё идти по-прежнему. Но что с тобой будет, когда я умру? А эти пятеро знатных господ уже давно, месяц за месяцем, год за годом ходят к тебе свататься. Поразмысли хорошенько, да и выбери одного из них в мужья». Кагуя-Химе ответила, «Боюсь я вступить в брак опрометчиво. С собой я вовсе не такая уж красавица. Откуда мне знать, насколько глубока их любовь? Не пришлось бы потом горько каяться. Как бы ни был благороден и знатен жених, не пойду за него, пока не узнаю его сердце». «Ты говоришь, словно мысли мои читаешь. Хочется тебе наперёд узнать, сильно ли любят тебя твой суженый. Но все женихи твои так верны, так постоянны, уж верно любовь их не безделится». «Как ты можешь судить об этом?» отвечала Кагуя-Химе. «Надо сначала испытать их любовь на деле. Все они, словно бы, равно любят меня. Как узнать, который из них любит всего сильнее?» «Передай им, отец, мою волю. Кто из них сумеет добыть то, что я пожелаю, тот и любит меня сильнее других, за того я и замуж выйду». «Будь по-твоему», — сказал старик, так и Тори. В тот же вечер, только стала смеркаться, женихи, как обычно, пожаловали к дому Кагуя-Химе. Кто играет на флейте, кто напевает любовную песню, кто поёт в Тори себе на струнах, кто в полголоса тянет напев, а иной просто постукивает своим веером. Выходит к ним старик и говорит. «Мне правосовестно перед вами. Вот уже сколько времени вы ходите к моей убогой хижине, и всё понапрасну. Говорил я своей дочери, не сегодня-завтра мне старику умирать. Сватаются к тебе знатные именитые женихи. Выбери из них любого, кто тебе по сердцу». А она в ответ «Хочу испытать, так ли велика их любовь, как они в том клянутся». Что ж, против этого не поспоришь. И ещё она сказала «Все они как будто равно любят меня. Хочу узнать, который из них любит меня всех сильнее». Передай им, отец, мои слова. «Кто сумеет достать мне то, что я попрошу, за того и пойду замуж». Я похвалил её, хорошо придумала. Остальные тогда не будут в обиде. Женихи тоже согласились. Мудро она решила. И старик пошёл сказать своей дочери. «Так-то и так. Согласны они достать тебе всё, что ты прикажешь». Кагуэхиме тогда молвила «Скажи принцу Иси Цукури, есть в Индии каменная чаша, по виду такая, с какой монахи ходят собирать подаяния. Но не простая она, а чудотворная. Сам Будда с ней ходил. Пусть отыщет её и привезёт мне в подарок». Есть в Индии каменная чаша. Чаша — санскритская патра, по виду напоминавшая большую пиалу, служила нищенствующим монахам для сбора подаяний. Согласно древней индийской легенде, чаша, с которой странствовал легендарный основоположник буддийского учения Будда Гаутама, испускала лазоревое сияние. Будда Гаутама, Шак-Ямуни, якобы жил в Индии в середине первого тысячелетия до нашей эры. «Принцу Курамоте, скажи, есть в Восточном океане чудесная гора Хорай. Растёт на ней дерево, корни серебряные, ствол золотой, вместо плодов — белые жемчужины. Пусть сорвёт с того дерева ветку и привезёт мне». И, подумав немного, продолжала. «Правому министру Абэно Мимурадзи накажи, чтобы достал он мне в далёком Китае платье, сотканное из шерсти огненной мыши. Дай на огонь, о томо, пусть добудет для меня камень, сверкающий пятицветным огнём. Висит он на шее у дракона». Камень, сверкающий пятицветным огнём. Согласно китайской легенде, под нижней челюстью дракона якобы находилась сверкающая жемчужина. Мифический зверь-дракон — водяное божество. В гневе он мог вызвать грозу, бурю или наводнение. Морского царя иногда представляли в образе дракона. «А у ласточки есть раковинка. Помогает она легко, без мучений детей родить. Пусть тюнагон и сонокамино-маро подарит мне одну такую». А у ласточки есть раковинка. Раковины в Японии были средством народной магической медицины. Коясугай — раковина, помогающая при родах, разновидность цыпреи, по виду напоминающая птичье яйцо. Женщина во время родов держала эту раковину в руке. «Трудные задачи ты задала», — смутился старик. «Не найти и в чужих странах таких диковинок. Как я им скажу, чего ты от них требуешь?» «А что здесь трудного?» — улыбнулась Кагоя Химе. «Будь что будет, пойду уж скажу». Вышел к женихам и говорит. «Так-то и так. Вот что Кагоя Химе от вас требует». Принцы и сановники вознегодовали. «Зачем она задала нам такие трудные, такие невыполнимые задачи? Уж лучше бы попросту запретила нам ходить сюда. И пошли в огорчении домой». Глава третья. Каменная чаша Будды Для принца Ииси Цукури и жизнь была не в жизнь без Кагоя Химе. Стал он ломать голову, как ему быть. «Даже там, в далекой Индии, чаша — это одна единственная», — думал он. «Пусть я пройду путь длиной в сотни тысяч ри, но как знать, найду ли ее?» Путь длиной в сотни тысяч ри. Ри — китайское ли. Мера длины примерно равна четырем километрам. Человек он был изворотливый, хитрого ума. «Нынче отправляюсь в Индию искать чудесную чашу», — велел он сказать Кагоя Химе, а сам скрылся подальше от людских глаз. Когда же минуло три года, взял он, недолго думая, первую попавшуюся старую чашу для сбора подаяний. Стояла эта чаша, вся покрытая черной копотью, перед статуей блаженного Пиндалы в храме на Черной горе в уезде Тоти провинции Ямато. Пиндала, согласно буддийской легенде, один из ближайших учеников Будды Гаутамы. Принц Курамоти положил чашу в мешочек из парчи, привязал его к ветке из рукодельных цветов и понес в дар Кагоя Химе. «Может ли быть?» — подумала в изумлении Кагоя Химе. «Смотрит?» — в чашу письмо вложено. Развернула она письмо и прочла. «Миновал я много пустыни морей, искал, искал эту чашу святую, день и ночь с коня не слезал, не слеза кровь ланиты мои орошала». Кагоя Химе взглянула на чашу, не светит ли она, но неприметно было даже того слабого сияния, какое исходит от светлячка. И она вернула чашу, послав вместе с ней такие стихи. «Капля одна росы ярче сияет утром дивной чаши твоей. Зачем ты ее так долго искал на черной горе?» Принц бросил чашу перед воротами и в сердечной досаде воскликнул. «В сиянье белой горы померкла дивная чаша. Я ли виновен в том? Испил я чашу позора, но не оставил надежды». С тех пор и пошла поговорка про таких бесстыдников «Испить чашу позора». Привязал его к ветке из рукодельных цветов. Подарки и письма было принято привязывать к цветущей ветке. В большом ходу были искусственные цветы. «В сиянье белой горы Кагуя-Химе поэтически уподобляется белой горе Сиро-Яма». Гора эта находилась в провинции Кага. «Испил я чашу позора» в оригинале «бросил чашу» или по созвучию «потерял стыд». Глава четвёртая Жемчужная ветка с горы Хорай Принц Курамоти был человеком глубокого ума. Он испросил себе отпуск у императорского двора якобы для того, чтобы поехать купаться в горячих источниках на острове Цукуси. Но прекрасный Кагуя-Химе велел сказать «Отправляюсь искать жемчужную ветку на горе Хорай» и отбыл из столицы. Челядинцы проводили его до гавани Нанива, а там принц сказал, что едет по тайному делу, лишних людей ему не надо, оставил при себе только самых близких слуг, а прочих отпустил домой. Но принц только для отвода глаз говорил, что едет в Цукусе, а сам через три дня тайно вернулся на корабле в гавань Нанива. Он заранее повелел, чтобы призвали шестерых первейших в стране мастеров златокузнечного дела. Выстроил для них дом в таком потаенном месте, куда они могли бы наведаться любопытные, вокруг дома возвел тройную ограду и поселил в нем мастеров, да и сам принц укрылся там от чужих взглядов. Молясь об успехе дела, принес он в дар богам шестнадцать своих поместьй и велел мастерам с божьей помощью приступить к работе. И мастера изготовили для принца в точности такую жемчужную ветку, какую пожелала Кагуя Химе. Хитроумную уловку придумал принц. Остров Цукуси Остров Кюсю расположен к югу от главного острова Японии. Морское путешествие в те времена было длительным и опасным. Гавань Нанива, Осокский залив, где ныне расположен город Осока. Через три года сделал он вид, будто возвратился в гавань Нанива из дальнего странствия и прежде всего послал в свой собственный дворец извещение. Я прибыл на корабле. Прикинулся, будто еле жив, так измучен трудной дорогой. Навстречу ему вышло множество народу. Принц положил драгоценную ветку в длинный дорожный ларец, накинул на него покрывало и повез в дар Кагуя Химе. Пошла в народе громкая молва. Приехал из дальних стран принц Курамоти и привез с собой волшебный цветок удумбара. Удумбара санскрит «Фантастическое дерево», которое, согласно индийской буддийской легенде, цветет раз в три тысячи лет. Услышала эти толки Кагуя Химе, и сердце у нее чуть не разорвалось от горя и тревоги. Как знать? Быть может, принц Курамоти и в самом деле одержал над ней победу. Тем временем раздался стук в ворота. Принц Курамоти пожаловал. «Я, как был в дорожном платье», воскликнул принц, и старик поспешил ему навстречу. «Жизни не жалел. Добыл я эту жемчужную ветку. Покажите ее, Кагуя Химе». Старик отнес ветку девушке. Глядит она. К ветке послание привязано с такими стихами. «Пускай бы вдали от всех погиб я смертью напрасной в далекой чужой стороне, но я бы вовек не вернулся без этой ветки жемчужной». Хорош был подарок, но Кагуя Химе и глядеть на него не хотела. Тут старик Таке Тори опять торопливо вбежал в ее покой и стал убеждать и уговаривать. «Смотри, принц достал тебе жемчужную ветку с горы Хорай, в точности такую, как ты велела, сомневаться нечего. Чем теперь ты станешь отговариваться? Принц приехал прямо к нам, как был в дорожном наряде, даже дома не побывал. Ну же, не упрямься, выйди к нему скорее». Но Кагуя Химе, не отвечая ни слова, оперлась щекой на руку и погрузилась в невеселую думу. А принц поднялся на веранду с видом победителя, словно говоря, «Теперь-то уж она не сможет отказать мне». Старик тоже был с ним согласен. «Жемчужные деревья в нашей стране не растут», сказал он Кагуя Химе. «Нелегко, верно, было сыскать такое диво, как ты на этот раз откажешь жениху, и с собой он загляденье как хорош. Не хотелось мне ответить на просьбу моего отца решительным отказом, жаловалась Кагуя Химе. Вот я и попросила первое, что в голову пришло. Не нужна мне жемчужная ветка, и в руки-то брать ее не хочется. Не ждала я, что он ее добудет. Как быть теперь, что делать?» Но старик Таке Тори, не слушая дочери, стал готовить опочивальню для молодых. Спросил он у принца, Курамоти, где растет такое дерево красоты небесной, чудесной небывалой. Начал принц рассказывать. Позапрошлый год, в десятый день второго месяца, отплыл я на корабле из гавани Нанива. Вышел корабль в открытое море, а куда плыть, не знаю. Но подумал я, к чему мне жить, если не достигну я цели всех моих помыслов. Пусть же плывет корабль по воле ветра, куда понесут волны. Смерть так смерть, но если суждено мне жить, то верно уж где-нибудь встретится мне этот чудесный остров Хорай. Унесло мой корабль в неведомые просторы океана, далеко от родной страны. Много бед встретили мы на своем пути. Порою волны так вздувались и бушевали, что казалось, вот-вот поглотит нас морская пучина. Иной раз корабль прибивала волнами к берегам неизвестной земли, нападали на нас страшные, похожие на демонов, существа, угрожая пожрать живьем. Бывало и так, что теряли мы направление, не понимая, откуда и в какую сторону плывем, и становились игрушкой волн. Когда кончались запасы пищи, собирали мы съедобные травы и коренья на берегах безвестных островов, лишь бы только не умереть с голоду. А однажды вдруг, откуда ни возьмись, появилось чудовище. Не описать словами его ужасного вида и, разинув пасть, напала на меня и моих спутников, случалось, мы поддерживали свою жизнь только морскими ракушками. Сколько тяжких недугов перенесли мы в пути под открытым небом, там, где не от кого ждать помощи, не знали, куда плывем, жутко было на душе. Так неслись мы на корабле по воле морских течений, и вот на пятисотый день пути... Да, как раз на пятисотый день утром в час дракона вдруг в морской доли показалась гора. Все мы на корабле сгрудились вместе и смотрели на нее, не отводя глаз. Большая гора точно плыла по морю нам навстречу. Как прекрасна была ее высокая вершина! Вот она, та самая гора, которую я ищу, подумалось мне, и страшно стало на душе и радостно. Нападали на нас страшные, похожие на демонов, существа. В Китае и Японии, так же, как и в Древней Греции, были в большом ходу рассказы о всевозможных чудовищах, населяющих острова в океане. Час дракона, время с шести до восьми утра. В Старой Японии сутки делились на двенадцать частей, по два часа в каждой. Именовались они согласно циклическим знаком, носившим название животных, в том числе и мифического дракона. Два-три дня плавали мы вокруг горы, любуясь на нее. Вдруг видим, вышло из самых ее недор, молодая дева в одеянии небесной феи. Стала она черпать воду из ручья серебряным кувшинчиком. Тут сошли мы с корабля на берег. Спросил я у нее, как зовется эта гора. Дева ответила мне, зовут ее Хорай. Не могу я писать, какую радость почувствовал я в ту минуту. Спросил я еще, как тебя величают по имени, ответила она. Имя мое Уканрури, бирюза в венце, и с этими словами вдруг пропала в глубине горы. А гора крутая, нигде не видно подступа к вершине, стал я бродить по острову. Всюду на горных склонах росли деревья, усыпанные невиданными цветами дивной красоты. Журча сбегали вниз ручьи и потоки, золотые, серебряные, лазоревые, а над ними висели мосты, украшенные драгоценными камнями всех цветов радуги. Деревья вокруг так и светились, так и сияли. Растение с жемчужными ветками было среди них самым невзрачным, но я не посмел ослушаться приказа Кагуя-Химе и отломил одну ветку. Гора Хорай невыразимо прекрасна. Нет ей равных на свете, можно без конца любоваться, но только сорвал я эту ветку, как поспешил назад на корабль. Сердце торопило меня скорее вернуться на родину. К счастью, подул попутный ветер, и спустя четыре сотни дней с небольшим мы уже увидели родной берег. Боги послали мне благополучное возвращение на родину в ответ на мои горячие молитвы. Только вчера возвратился я в столицу и, даже не сбросив с себя одежды еще влажной, от соленой морской воды, поспешил сюда, и вот я здесь. Старик выразил свое сердечное сочувствие в такой песне. День за днем искал я бамбук на горе в бессолнечной чаще. Я узлы его разрубал, но встречался ты с горем чаще, разрубая узлы судьбы. Принц молвил в ответ, «Да, много я горя вытерпел, но сегодня, наконец, мое измученное сердце нашло покой» и сложил ответную песню. «Сегодня просох мой рукав, росой моих слез окропленный, росою любовной отравы. О, травы на летних лугах, не счесть вас, как муки мои!» Но как на грех, в эту самую минуту во двор ввалилась гурьба людей. Было их шестеро. Один из них нес письмо, как подобает, на конце длинной, расщепленной трости. Один из них нес письмо. Знатному человеку по обычаю подавали письмо на конце трости из некрашенного дерева с зажимом в виде птичьего клюва. «Я старшина мастеров златокузнечного дела из дворцовой мастерской, объявил он. Зовут меня Аябе-но Утимаро. Изготовил я вместе с моими подручными жемчужную ветку. Больше тысячи дней трудились мы, не покладая рук. Постились по обету, не брали в рот до конца работы ни риса, ни другого какого-нибудь зерна, но награды за свои труды не получили. Прошу уплатить мне, чтоб мог я поскорее вознаградить моих помощников». «Ни риса, ни другого какого-нибудь зерна. Имеется в виду пять злаков. Рис, ячмень, проса, сорга, бобы». «О чем толкует этот человек?» Недоуменно спросил старик Таке Тори. Принц от смущения был сам не свой. Душа у него готова была расстаться с телом. До слуха Кагуя Химе долетели слова. «Изготовил я жемчужную ветку». Она потребовала «Покажите мне прошение этих людей». Раскрыла она прошение и прочла. «Милостивый господин принц, больше тысячи дней мы, подлые ремесленники, скрывались вместе с вами в одном потаенном доме. За это время с великим тщанием изготовили мы по вашему приказу драгоценную ветку с жемчугами. Вы обещали, что не только пожалуете нам щедрую денежную награду за нашу работу, но и добудете для нас доходные государственные должности. Однако ничего нам не уплатили. Пока мы думали, как же нам теперь быть, дошли до нас вести о том, что изготовлена эта жемчужная ветка в подарок вашей будущей супруге Кагуя Химе. Мы пришли сюда в надежде получить от ее милости обещанную плату». Когда Кагуя Химе прочла эти слова, лицо ее затуманенной печалью вдруг просветлело, она улыбнулась счастливой улыбкой и позвала к себе старика. «А я-то в самом деле поверила, что это ветка дерева с горы Хорай. Все было низким обманом. Скорее отдай назад эту жалкую подделку». «Ну уж, раз это подделка, согласился старик, то, само собой, надо ее вернуть обманщику». Легко стало на сердце у Кагуя Химе. Отослала она жемчужную ветку назад с такими стихами. «Я думала истинно. Поверила я. Все было поддельно. Жемчужины слов и жемчужные листья». А старик Таке Тори, который до этого так приветливо беседовал с принцем, прикинулся, будто спит. Принц не знал, что ему делать, куда деваться от смущения. Наконец, смерклась, и он смог потихоньку оставить дом Кагуя Химе. Кагуя Химе позвала к себе мастеров, и в благодарность за то, что они так вовремя пришли со своей жалобой, щедро их наградила, как своих спасителей. Мастера не помнили себя от радости. Получили мы все, на что надеялись. Довольные пошли они домой, но на обратном пути подстерег их принц Курамоти со своими людьми и нещадно избил. Недолго пришлось мастерам радоваться награде. Побросали они деньги и убежали, обливаясь кровью. А принц Курамоти воскликнул. Какой невиданный позор! На свете не бывает худшего! Потерял я любимую, но мало того, теперь мне стыдно людям в глаза смотреть. И скрылся один в глубине гор. Придворные из его свиты, все его слуги, разбившись на отряды, бросились искать своего господина повсюду, да так и не нашли. Исчез бесследно. Может, и на свете его не стало. А может быть, принц, стыдясь даже собственных слуг, спрятался так, что и найти его было нельзя. С тех пор, и говорят про таких неудачников, напрасно рассыпал он жемчужины своего красноречия. В оригинале игра слов построена на том, что тама душа и тама жемчужина – аммонимы. Поговорка имеет двойной смысл. Потерял жемчуга, потерял душу, то есть жизнь. Глава пятая. Платье из шерсти огненной мыши. Правый министр А. Б. Но Мимурадзи происходил из могущественного рода и владел большими богатствами. Случилось так, что в тот самый год, когда Кагуэ Ахиме наказала ему добыть наряд сотканной из шерсти огненной мыши, приехал на корабле из Китая торговый гость по имени Ван Цин. Ему-то и написал письмо А. Б. Но Мимурадзи с просьбой купить в Китае эту диковинку. Письмо с деньгами он доверил своему самому надежному слуге О. Но. Но. Фусамори. Фусамори поехал в торговую гавань Хаката, где находился китайский гость, и все вручил ему в сохранности. Ван Цин написал такой ответ. «Одежды, шерсти, огненной мыши нет и в моей стране. Слухи о такой диковине доходить до меня доходили, но видеть своими глазами ни разу не удалось. Думаю, что если бы где-нибудь на свете была такая, то и в Японию ее привезли бы. Но раз этой одежды никто не видел, значит, и нет ее нигде. Трудно исполнить ваш заказ, однако попробую спросить у двух-трех самых великих богачей в моей стране, не водится ли этот товар в Индии. Если же и там нет, верну деньги с посланным». Отправив ответ, Ван Цин вместе с О. Но. Фусамори отплыл к берегам Китая. Спустя немалое время воротился их корабль в Японию. Фусамори послал известие, что скоро прибудет в столицу, но правый министр А. Б. так сгорал от нетерпения, что выслал ему навстречу самого быстроходного коня. На этом коне Фусамори доскакал до столицы из страны Цукуси всего за семь дней и вручил своему господину письмо от Ван Цина. С большим трудом достал я, разослав повсюду гонцов, одежду из шерсти огненной мыши. Не только в старые времена, но и в наше время нелегко добыть платье, сотканное из шерсти этого диковинного зверя. Услышал я, что некогда один святой мудрец привез в Китай такое одеяние из индийской земли и что находится оно в храме где-то в Западных горах. И спросил я на покупку разрешения императорского двора. Чиновник, поехавший выкупать эту диковину, сообщил мне, что денег не хватило, и я послал ему еще пятьдесят золотых. Прошу выслать мне эти деньги немедленно или же вернуть одежду из шерсти огненной мыши в полной сохранности. Правый министр А.Б. голову потерял от радости, нашел о чем говорить, такие пустяшные деньги, непременно сейчас же верну. Я наверху блаженства, и сложив руки, как на молитве, он низко поклонился в сторону китайской земли. Ларчик, в котором хранился чудесный убор, был искусно украшен драгоценными каменьями всех цветов радуги, сама одежда была цвета густой лазури, а концы шерстинок отливали золотом. Никакой наряд в мире не мог с ней сравниться. Казалась она бесценным сокровищем. Не водой очищали ткань из шерсти огненной мыши, а жарким пламенем, и она выходила из огня еще прекраснее прежнего. Дорого было чудесное свойство этого наряда, но еще дороже его красота. «Какое великолепие! Понимаю теперь, почему Кагуэхиме так хотелось получить эту одежду!» В восхищении воскликнул Абено Мимурадзи. Он снова уложил драгоценный убор в ларчик, привязал к ларчику цветущую ветку дерева, а сам роскошно нарядился, думая, что уж непременно проведет эту ночь в доме Кагуэхиме, и сочинил для нее такую песню. «Страшился я, что в огне любви моей безграничной сгорит этот дивный наряд, но вот он, прими его, он отблеском пламени блещет». Абено Мимурадзи подошел к воротам дома Кагуэхиме и остановился, ожидая, чтобы его впустили. Навстречу ему вышел старик Таке Тори, принял от него чудесное одеяние и понес показать Кагуэхиме. «Ах, и правда, прекрасный убор! Но все же не знаю, в самом ли деле он соткан из шерсти огненной мыши». «Уж что там ни говори, все равно я первым делом приглашу гостя в дом», решил старик. «Во всем мире не видана такой прекрасной ткани. Уж поверь, что это и есть та самая одежда из шерсти огненной мыши. Нехорошо так мучить людей», упрекнул старик девушку и пригласил Абено Мимурадзи в дом. Ну, на этот-то раз, наверное, Кагуэхиме согласится выйти замуж, обрадовалась в душе старуха. О старике и говорить нечего. Он все время печалился, что дочь одиноко живет в девушках и очень хотел выдать ее замуж за хорошего человека, но она упорно отказывалась от замужества, а принуждать ее насильно не хотелось. «Надо бросить в огонь эту одежду, сказала Кагуэхиме старику. Если пламя ее не возьмет, я поверю, что она настоящая и уступлю просьбам правого министра. Ты говоришь, что в целом мире не найти наряда прекраснее? Ты веришь, что он и в самом деле соткан из шерсти огненной мыши, а по мне надо хоть один единственный раз испытать его огнем? Что ж, справедливо, согласился старик и передал слова девушки правому министру. Шерсти огненной мыши нет и в китайской земле, ответил тот. На силу-то нашли. Какие здесь могут быть сомнения? Но если Кагуэхиме так хочет, что ж, бросайте в огонь. Бросили одежду в жаркий огонь, пых, и сгорело дотла. Ах, ах, подделка, теперь вы видите сами, с торжеством воскликнула Кагуэхиме, а у правого министра лицо стало зеленее травы. Не помня себя от радости, Кагуэхиме вернула ему пустой ларчик от наряда, вложив в него письмо с таким ответным стихотворением. Ведь знал же ты наперед, что в пламени без остатка сгорит этот дивный наряд. Зачем же, скажи так долго, питал ты огонь любви? Пришлось неудачливому жениху со стыдом воротиться домой. Пошли среди народа толки. Одни говорили, правый министр Абе достал чудесную одежду из шерсти огненной мыши и подарил ее Кагуэхиме, значит, пришлось ей выйти за него замуж. Скажите, он теперь живет в ее доме? А другие им отвечали. Да нет же, одежду бросили в огонь, и она сгорела дотла, а Кагуэхиме прогнала правого министра. С тех пор и говорят при таких неудачах. Погорело его дело, дымом пошло. Глава шестая Драгоценный камень дракона Дайнагон Отомоно Миюки собрал всех своих слуг и домочадцев и возвестил им. На шее у дракона сияет пятицветный камень. Кто его добудет, тому я дам все, что он не попросит. Воля господина для нас закон, нехотя с запинкой отвечали слуги, но добыть этот камень трудная задача. Где его взять дракона-то? Дайнагон пришел в гнев и стал осыпать их упреками. Верные слуги должны исполнить любой приказ господина жизни и не жалея. А вы вот что! Пора бы вам знать свой долг. И если бы еще дракон водился только за морем, в китайской или индийской земле, а у нас в Японии его не было бы. Но нет, этим вам не отговориться. В глубине наших морей и гор тоже обитают драконы и вылетая оттуда носится по небу. Что вы на это скажете? Неужели уж такая трудная задача подстрелить одного дракона и снять с него драгоценный камень? Что ж, повинуемся. Нелегкое это дело, но если на то воля господина, пойдем добывать чудесный камень, сказали слуги. Вот и отлично, усмехнулся Дайнагон. Всюду вы известны как верные слуги моего дома. Так пристало ли вам противиться моему приказу? Делать нечего, стали слуги собираться в поход. Чтобы могли они кормиться в дальней дороге, дали им с собой сколько в доме нашлось шелковых и бумажных тканей и денег. Ничего для них не пожалели. Пока вы не вернетесь домой, я буду держать строгий пост, но уж зато если вы не достанете драконий камень, не смейте домой возвращаться. Выслушав наказ господина, вышли слуги за ворота. Не велел он им возвращаться назад, если не добудут чудесный камень, а где его взять? За воротами все разбрелись в разные стороны, кляня про себя своего господина. Придет же в голову такая блажь. Пожалованные на дорогу вещи слуги разделили между собой, кто спрятался у себя в доме, а кто пошел, куда его сердце манило. Будь хоть родной отец, хоть господин, а нечего приказывать, что в голову взбредет, ворчали слуги. А Дайнагон, ничего не зная, между тем размышлял, не подобает Кагуя-Химе жить в обыкновенном доме и приказал выстроить для нее великолепный дворец. Стены дворца покрыли резным лаком с золотыми и серебряными узорами. Кровлю украсили бахромою из пестрых нитей всевозможных цветов. Стала она похожа на драгоценный шедевр. Во всех покоях повесили парчевые ткани невиданной красоты и поручили их расписать искусным художникам. А всех своих прежних жен и наложниц Дайнагон прогнал с глаз долой. Скоро Кагуя-Химе будет моей. Непременно мне достанется, думал он, и, готовясь достойно принять ее, жил тем временем в печальном одиночестве. День и ночь ждал Дайнагон своих слуг, посланных с чудесным камнем. Но вот старый год кончился, начался новый год, а от них ни слуху, ни духу. Не в силах он был ждать дольше, и в великой тайне отправился в сопровождении только двух приближенных к гавани Нанива. Там спросил он у одного встречного рабочего, а скажи-ка, не довелось ли тебе случайно услышать, что один из слуг Дайнагона О-Томо ездил на море охотиться на дракона и добыл пятицветный камень. Рыбак засмеялся. Чудное дело, вы говорите, господин, ни один корабль не выйдет в море на такую охоту. Дайнагон подумал про себя. Пустяки, бывают же отчаянные мореходы. Рыбак так дерзок со мной, потому что не знает, кто я. И сказал своим спутникам, стрела из моего могучего лука поразит на лету любого дракона. А снять потом с него камень пустое дело. Я не в силах дольше ждать, когда явятся эти негодники слуги, уж слишком они замешкались. Сказано, сделано. Сел Дайнагон О-Томо на корабль и пустился в скитание по морям. Все дальше и дальше отплывал он от родной стороны. Так достиг он моря у берегов Цукуси. Вдруг, откуда ни возьмись, налетел сильный ветер. Весь мир одело тьмой, корабль понесло неизвестно куда, вот-вот, казалось, поглотит его пучина морская. Сердитые волны грозили захлестнуть корабль и крутили его в кипучем водовороте. Гром гремел над самой головой, ослепительно сверкала молния, Дайнагон голову потерял от страха. О, ужас! В жизни не попадал я в такую беду, что делать теперь, как спастись? Корм, чей правивший рулем, тоже пал духом. Долгие годы плаваю я по морю, но еще не видал такой страшной бури. Одной из двух смертей нам не миновать, или корабль пойдет ко дну, или нас громом убьет. И даже если боги сжалятся над нами и пощадят нас, то унесет наш корабль далеко в неведомые южные моря. Ах, видно, встречу я безвременный конец из-за того, что служу такому жестокому святотатцу, который хочет убить дракона. И корм, чей в отчаянии заплакал горькими слезами. Дайнагон стал упрекать его. Корм, чей всегда ободряет путников на корабле, и они надеются на него, как на гору неколебимую, а ты отнимаешь последнюю надежду. И его стало рвать зеленью. Корм, чей сурово отвечал ему, а чем можно помочь богопротивнику? Вихрь нас кружит, высокие валы грозят поглотить наш корабль, вот-вот гром поразит нас, а все потому, что ты, господин, замыслил убить дракона, не иначе, как нагнал на нас эту бурю разгневанный дракон, скорее же, умоляй его о пощаде. Правду ты говоришь, закричал Дайнагон, и громко стал возносить моление, о, внемли мне, бог-хранитель мореходов, правящих рулем корабля, по неразумию моему опрометчиво задумал я убить дракона, отныне я малейшего волоска на нем не трону, умилосердись, прости и пощади меня. Обливаясь слезами в отчаянии, он тысячу раз повторил свою мольбу, и кто знает, может, и правда, в ответ на нее раскаты грома утихли. Стало немного светлее, но вихрь все еще бушевал по-прежнему. «Ты видишь теперь сам, что бурю наслал на нас дракон», сказал кормчий. «К счастью, подул добрый ветер, он не умчит нас в гибельную даль, а отнесет к родным берегам». Но Дайнагон был так измучен страхом, что уже не верил успокоительным словам. Благоприятный ветер дул, не меняя своего направления, несколько дней подряд и в самом деле отнес корабль к родным берегам. То было побережье Акассии в провинции Харима, но Дайнагон вообразил, что корабль пристал к какому-то неведомому острову в страшных южных морях и упал лицом вниз, трепеща от ужаса. Двое его спутников отправились к местному правителю известить о приезде высокого сановника. Местный правитель немедленно сам лично вышел к кораблю, но Дайнагон не соглашался встать на ноги, а все лежало ничком на дне корабля. Что было делать? Расстелили посреди сосновой рощи на прибрежном песке циновки и уложили на них Дайнагона. Только тогда наконец Дайнагон догадался, что он не на безвестном острове среди людоедов и соизволил подняться на ноги. Но что у него был завид? Ветром надуло ему какую-то болезнь и без того тучный живот его вздулся горой, а глаза воспламенились так, будто по обе стороны носа прицепили ему по красной сливе. Местный правитель не мог удержаться от улыбки. Дайнагон приказал изготовить для себя невысокий паланкин и влез в него кряхтя и охая. С трудом доставили его домой. Откуда-то узнали об этом слуги, посланные за чудесным камнем. Сразу же возвратились все как один и стали каяться. Не смогли мы достать драконий камень, а вернуться без него не смели. Но теперь господин наш сам на опыте узнал, как трудно его добыть и верно не будет бронить нас, подумали мы, и вот явились с повинной. Дайнагон встал с постели, сам вышел к ним и сказал, «Какое счастье, что не достали драконий камень?» «Дракон ведь один из богов грома. Если бы вы напали на него, то не только погибли бы вы все как один, но хуже того, я и сам бы лишился жизни. Спасибо вам, что не поймали дракона. Вижу, теперь эта злодейка Кагуэ Ахимэ замышляла меня погубить. В жизни больше и близко не подойду к порогу ее дома, и вы тоже туда не ногой, слышите?» И на радостях, что не добыли его слуги драконий камень, Дайнагон пожаловал им все то немногое, что еще оставалось у него в доме. Услышали об этом прогнанные жены и чуть животы со смеху не надорвали, а разноцветные нити, которыми была так богато заслана кровля дворца для невесты, растащили по своим гнездам ястребы и вороны. Пошли в народе толки. Вы слышали? Дайнагон подстрелил дракона и добыл пятицветный камень. Добыл пятицветный камень? Какое там? У него самого теперь вместо глаз две красные сливы. Говорят, что тогда-то и появилось слово трусливый. Тру сливы. Потому что Дайнагон все время тер свои красные как сливы глаза. Да иначе его и не назовешь. Тогда-то и появилось слово трусливый. Тру сливы. В оригинале восклицанию «Ах, кисло!» о сливе придан и другой смысл «Ах, невыносимо!» СМЕШНО! Глава седьмая Целебная раковинка ласточки Тюнагон Исонаками Но Моро приказал своим слугам «Известите меня, когда ласточки начнут вить гнезда». Слуги удивились. Какая в этом надобность? А такая, ответил Тюнагон, что слыхал я, есть у ласточки целебная раковинка, дарующая легкие роды. Вот я и хочу добыть ее. Много мы подстрелили ласточек, отвечали ему слуги, но ни разу не видели никакой такой раковинки. Правда, может статься, ласточка держит ее в клюве, только когда кладет яички, но ведь ласточка птица пугливая, чуть завидит людей, сразу порх и улетает. Тут один из слуг подал такой совет. Надо пойти к дворцовой поварни, где рис варят. Под ее крышей гнездится множество ласточек. Выбери, господин, надежных людей и вели построить вокруг поварни сторожевые вышки. Пускай дозорные влезут на них и подглядывают за ласточками, глаз не спуская. Ласточек там несметное количество, ни одна так другая начнет класть яички, тут и можно будет добыть целебную раковинку. Тюнагон порадовался дельному совету. Хитрый способ, я никогда о нем и не слыхал. Умно ты придумал. Немедля, ни минуты тюнагон отрядил двадцать самых надежных слуг в дозорные и велел построить сторожевые вышки. Влезли на них дозорные и стали прилежно следить за ласточками, а тюнагон то и дело посылал к ним слуг с вопросом «Ну что, ну как, добыли уже раковину?» Услышали ласточки шум, увидели множество людей возле самой кровли дома и со страху не решались даже близко подлетать к своим гнездом. Тюнагон сильно опечалился «Как же теперь быть?» Тут один старик по имени Курацу-Маро, хранитель казенного амбара с зерном, пришел к нему и сказал «Я научу, как можно добыть у ласточки целебную раковинку». Тюнагон усадил старика прямо перед собой лицом к лицу и повел с ним задушевную беседу. «Плохой способ тебе присоветовали», начал Курацу-Маро. «Так не добудешь ты раковинки, подумай сам. Когда двадцать людей с шумом лезут на сторожевые вышки, шутка сказать, столько людей, ласточки понятно пугаются. А ты вот как сделай. Вели своим дозорным спуститься на землю, а сторожевые вышки сломать. Выбери из своих слуг самого проворного, посади его в корзину с крупными отверстиями и прикрепи к ней веревку, так, чтобы корзина могла легко подыматься и опускаться. Лишь только заметит дозорный, что одна из ласточек готовится положить в гнездо яичко, в тот же миг прикажи тянуть веревку корзина и подымется. И тогда пусть человек в корзине скорее хватает раковинку. Ласточка уронит ее в гнездо, как только снесет яичко. Вот тебе мой добрый совет. Славно придумано, воскликнул тюнагон. И сейчас же приказал сломать сторожевые вышки. А как узнать, что ласточка собирается положить яичко, спросил он у старика Курацумаро. Ведь тут нельзя медлить, а то не успеем поднять человека в корзине. Когда ласточка хочет снести яичко, она первым делом поднимет хвостик торчком и начнет вертеться семь раз быстро-быстро повернется. Это и есть самый верный знак. Только вы заметите, что ласточка семь раз повернулась, подымайте скорее корзину и тогда непременно добудете раковинку. Тюнагон обрадовался. Никому не сказавшись, он сам потихоньку отправился к дворцовой поварни и, замешавшись в толпу простых слуг, стал и день и ночь караулить чудесную раковину. Очень он хвалил старика Курацумаро за ум и сметку. Ты ведь не из числа моих слуг, а душевно позаботился о том, чтобы исполнить мое желание. Вот ведь что дорого! И, сняв со своих плеч богатое платье, пожаловал его Курацумаро с таким наказом. Смотри же, старик, приходи сегодня вечером к поварне, может, и ты пригодишься. Начало смеркаться. Тюнагон отправился к дворцовой поварне. Вдоль всей ее кровли лепились ласточкины гнезда. Вдруг смотрят и правда, в точности, как сказал старик Курацумаро. Одна ласточка подняла кверху хвостик и начала быстро-быстро вертеться на месте. Раз, другой, третий. Сейчас же посадили человека в корзину и давай тянуть веревку. Корзина мигом взлетела кверху. Слуга запустил руку в ласточкино гнездо, пошарил, пошарил и объявил «Никакой раковины в гнезде нет». Тюнагон пришел в гнев «Как это нет? Значит, плохо искал. Ах, вижу, не на кого мне положиться, кроме как на самого себя. Сам поднимусь в корзине, поищу». Сел в корзину и крикнул «Поднимай». Подняли тюнагона вровень с крышей поварни, начал он заглядывать в ласточкины гнезда сквозь переплет прутьев корзины. Вдруг видит, одна ласточка подняла торчком свой хвостик и новертеться. Немешкая, сунул он руку в гнездо и стал шарить. Нащупал что-то твердое и плоское. «А-а-а, нашел, нашел, держу, спускайте». «Эй, старик, я нашел раковину», завопил тюнагон не своим голосом. Слуги все разом ухватились за веревку и стали тянуть, да слишком сильно дернули. Веревка и лопни пополам. Тюнагон полетел вверх тормашками прямо на крышку большого трехногого котла для варки и риса хлоп. Вот чем окончились все его хлопоты. Слуги подбежали в испуге, подняли тюнагона, смотрят, а у него зрачки закатились на лоб и дыхание не слышно. Влили ему в рот глоток воды. На силу-то на силу пришел он в себя. Взяли его слуги за руки и за ноги и бережно спустили с крышки котла на землю. «Как изволишь себя чувствовать?» спрашивают. Тюнагон чуть слышно прошептал, с трудом переводя дух. Немного опамятовался, но не могу спины разогнуть. И все-таки душевно рад, что наконец достал раковину. Подайте сюда свечу, не терпится мне взглянуть. с этими словами он приподнял голову, разжал кулак, взглянул. И что же? Не раковинка у него в руке, а катышек старого птичьего помета. Тюнагон жалобно застонал, «Ах, это злая раковина, раковина, на беду себе полез я!» А людям послышалось, «Ах, это злого раковина, раковина, все бесполезно!» С тех пор и говорят, когда клянут судьбу вместо собственной опрометчивости, «Ах, это злого раковина, все бесполезно!» Когда Тюнагон заметил, какую раковину он схватил, то совсем пал духом. «Не положишь такой подарок в ларчик, не пошлешь к Агу и Ахиме!» В довершении беды он повредил себе спину. Как бы люди не проведали, что заболел он по собственному неразумию, со страхом думал Тюнагон и слабел все больше от тоски и тревоги. Все дни напролет он сокрушался, что не достал заветной раковинки. Горше того он стал всеобщим посмешищем, но как не тяжело было ему умирать напрасной смертью, а еще тяжелее было думать, что люди над ним смеются. узнала узнала его беду Кагу и Ахиме и послала Тюнагону песню. Ужель это правда, что ждешь ты напрасно годами, так сердце волнуя, как волны покоя не знают на берегу Суминоэ? Танкао построено на сложной игре слов. Берег Суминоэ возле залива Нанива часто упоминается в японской поэзии. Там находится храм, посвященный богу моря Сумиоси. Когда эту песню прочли Тюнагону, он с великим усилием приподнял голову, велел подать бумагу и слабеющей рукой написал ответ. О, как мечтал я бесценный дар отыскать. Увы, все даром, ударом судьбы сражен, уж я не найду спасенья. Окончив писать, расстался с жизнью. Кагоэ Химе услышала о грустном конце Тюнагона и стала ей немного жаль его. С тех пор, если выпадет кому маленький успех после тяжких испытаний, то говорят, ну и досталось ему счастье с малую раковинку. Глава восьмая Сватовство Микадо И вот наконец сам Микадо услышал о несравненной красоте Кагоэ Химе. Призвал он к себе старшую придворную даму по имени Накатомино Фусако и повелел ей. Слышал я, что живет на свете девушка по имени Кагоэ Химе. Говорят, отвергла она любовь многих богатых и высокородных людей, никого и знать не хочет. Ступай погляди, какова из себя эта гордячка. Фусако, выслушав высочайшее повеление, отправилась немедля в дом старика Такэ Тори. Там ее почтительно встретили как посланную государем. Фусако, сказала старухе, государь услышал, что в мире никто не сравнится красотой с твоей дочерью Кагоэ Химе. Велел он мне хорошенько на нее посмотреть и доложить ему, правду ли гласит молва. Пойду скорее скажу ей, заторопилась старуха и стала упрашивать девушку, выйди сейчас же, прибыла посланная от самого государя. Но Кагоэ Химе и тут наотрез отказалась. Нет, не выйду к ней ни за что. Совсем я не так уж хороша собой, как люди говорят. Стыдно мне на глаза показаться государевой посланной. Ах, не будь ты дерзкой упрямицей, разве можно ослушаться повеления самого Микадо? Ужаснулась старуха. Кагоэ Химе и бровью не повела. А я слова Микадо ни во что не ставлю. Так и не вышла на смотрины из своих покоев. Кагоэ Химе была для старухи все равно, что дочь родная, но, услышав, как девушка говорит такие дерзостные слова, страх даже берет слушать, старуха вконец смутилась. Как принудить такую повиноваться? Делать нечего. Вернулась она ни с чем и сказала посланной, горько я жалею, но дочь наша по молодости, по глупости ничего и слушать не хочет. Нрав у нее уж очень строптивый, не согласна она показаться вам. Придворная дама стала сурово выговаривать старухе, «Государь приказал мне поглядеть на Кагуэ Ахиме, как же я осмелюсь вернуться, так и не взглянув на нее ни разу. Подумай сама, возможно ли, чтобы люди в нашей стране ни во что не ставили государю в приказ? Не говори, пожалуйста, таких несуразных слов». Но Кагуэ Ахиме еще хуже заупрямилась. «Если я ослушница государевой воли, так пусть меня казнят и делу конец». Пришлось посланный доложить государю о своем неуспехе. Микадо воскликнул, «Да, многих людей погубило жестокосердие этой девушки». Можно было подумать, что он отступился от задуманного, но на самом деле мысль о Кагуэ Ахиме глубоко запала ему в сердце. Не хотелось Микадо, чтобы женщина и его, как многих других, победила своим упорством. Призвал он пред свои очи старика Таке Тори и молвил ему, «Приведи сюда ко мне твою дочь Кагуэ Ахиме». Слышал я, что она прекрасна лицом и потому на днях послал одну придворную даму посмотреть на нее и убедиться, правду ли, говорят люди, но дочь твоя наотрез отказалась к ней выйти. Худо делают родители, которые позволяют своим детям такие дерзостные поступки». Старик Таке Тори почтительно ответил, «Дочь моя Кагуэ Ахиме не хочет служить при дворе, и я никак не могу победить ее упрямство, однако пойду домой, еще раз сообщу ей государеву волю». «Так и сделай», сказал Микадо, «Ведь ты ее вырастил, как же ей тебя не послушаться? Уговори Кагуэ Ахиме пойти на службу во дворец, а я за это пожалую тебя шапкой чиновника пятого ранга». Старик Таке Тори радостно вернулся домой и стал всячески уговаривать девушку, «Вот что обещал Микадо, неужели ты и теперь станешь упрямиться?» «Да что ты не говори?» А я твердо решила, «Не пойду во дворец служить государю», стояла на своем Кагуэ Ахиме, «Будешь меня силой принуждать, я руки на себя наложу, так и знай». «Пусть тебе сначала пожалуют придворный чин, раз он тебе так дорог, а потом я умру». «Что ты, что ты испугался старик? На что мне чины и почести, если я не увижу больше свое дорогое дитя? Но все-таки скажи мне, почему тебе так не хочется служить государю, чем это худо? стоит ли из-за этого жизни себя лишать? «Ты думаешь, я пустое говорю?» отвечала Кагуя Химе. «Заставь меня насильно пойти в жены к государю и увидишь, что тогда будет, лишу я себя жизни или нет?» «Многие до сих пор любили меня неподдельной верной любовью. Я и то всех отвергла. Микадо думает обо мне всего день другой. Что скажут люди, если я уступлю его мимолетной прихоти? Стыдно мне будет». «Пусть хоть весь свет тебя судит. Тебе-то что до этого», возразил старик, «но делать нечего. Пойду во дворец, передам государю твой отказ». Пошел он во дворец и доложил Микадо. «Я ничтожнейший старикашка, обрадованный государевой милостью, всячески уговаривал Кагу Эхиме пойти служить государю, но эта негодная упрямица сказала, «Если будешь меня принуждать, я лучше жизни себя лишу». «А мне ведь она не родная дочь, нашел я ее малым ребенком в бамбуковой чаще, не такой у нее нрав, как у других девушек». «А, так, так», воскликнул Микадо, «ведь дом твой старик стоит возле самых гор». «Что, если я сделаю вид, будто собрался на охоту, может, мне удастся увидеть Кагу Эхиме словно невзначай». «Хорошая мысль», одобрил старик Такетори, «только ты, государь, притворись, будто случайно попал в наши края, без цели, без умысла, войдешь вдруг в мой домишко и застанешь ее врасплох». Микадо сразу назначил день для охоты. Внезапно, без предупреждения, вошел он в дом к старику и увидел девушку, сиявшую такой чистой красотой, что все вокруг светилось. «Она», подумал Микадо и приблизился к ней. Девушка попыталась было убежать, но Микадо схватил ее за рукав. Она проворно закрыла лицо концом другого рукава, но поздно. Государь уже успел увидеть ее. «Нет ей равных в целом мире», подумал он и воскликнул, «Больше я с тобой не расстанусь». Хотел было насильно увлечь с собой. Кагуэ Химе молвила ему, «Если б я родилась здесь, в этой стране, то повинна была бы идти во дворец служить тебе, но я существо не из этого мира, и ты совершишь дурной поступок, если силой принудишь меня идти во дворец». Но Микадо и слушать не захотел, «Как это может быть? Идем со мной, идем!» Подали полонкин, но только хотели посадить в него Кагуэ Химе, ка вдруг, о чудо, она начала таять, таять, одна тень от нее осталась. «Значит и правда, Кагуэ Химе существо не из нашего мира», подумал Микадо и взмолился. «Не буду больше принуждать тебя идти со мной во дворец, только прими свой прежний вид, дай мне еще один раз взглянуть на тебя, и я удалюсь». Не успел он это вымолвить, как прекрасная дева приняла свой прежний образ и показалось ему еще желаннее прежнего, еще труднее стало ему вырвать из своего сердца любовь к ней. Щедро наградил Микадо старика за то, что тот доставил ему радость увидеть Кагуэхиме, а старик устроил роскошный пир для сотни придворных, сопровождавших государя на охоту. Микадо собрался в обратный путь с таким чувством, будто расставаясь с Кагуэхиме, оставляет с ней свою душу. Сев в полонкин, он сложил такую песню. Мик расставанье настал, но я в нерешимости медлю. Ах, чувствую ноги мои, воли моей непокорны, как и ты, Кагуэхиме. А она послала ему ответ под бедною сельской кровлей, поросшей дикой травой, прошли мои ранние годы, не манит сердце меня в высокий царский чертог. Когда Мик Кадо прочел эти строки, ему еще тяжелее стало покинуть Кагуэхиме. Сердце звало его остаться, но не мог он провести в тех местах всю ночь до рассвета, и поневоле вынужден был вернуться в свой дворец. С той поры все приближенные женщины лишились в его глазах своей былой прелести. Все они ничто, — по сравнению с ней думал Микадо. Даже самые красивые из них теперь представлялись ему уродинами и на людей-то непохожими. Только одна Кагуэхиме безраздельно царила в его сердце. Так он жил одиноко в мечтах о ней, позабыв дорогу в женские покои и с утра до ночи сочинял любовные послания. И она тоже, хотя и противилась его воле, писала ему ответные письма, полные искреннего чувства. Наблюдая, как смеяют друг друга времена года, Микадо сочинял прекрасные стихи о травах и деревьях и посылал их Кагуэхиме. Три долгих года они утешали друг друга. Глава девятая. Небесная одежда из птичьих перьев. Одежда из птичьих перьев — хагоромо — сказочный атрибут небесной феи. Лишь в этой одежде она могла летать по небу. С самого начала третьей весны люди начали замечать, что каждый раз, когда полная луна взойдет на небе, Кагуэхиме становится такой задумчивой и грустной, какой ее еще никогда не видели. Слуги пробовали ее остеречь. Не следует долго глядеть на лунный лик. Не к добру это. Как свидетельствует древняя японская литература, считалось, что нельзя долго глядеть на луну или спать, когда лучи луны падают на лицо. Это ведет будто бы к несчастью. Но едва Кагуэхиме оставалась одна, как снова принималась глядеть на луну, роняя горькие слезы. И вот однажды в пятнадцатую ночь седьмого месяца девушка вышла на веранду и по своему обыкновению печально о чем-то задумалась, подняв глаза к сияющей ярким светом луне. Домашние сказали старику Такатори, — случалось, Кагуэхиме и раньше грустила, любуясь на луну. Но все не так, как теперь. Неспроста это. Что-нибудь да есть у ней на сердце. Уж слишком она тоскует и задумывается. Надо бы узнать причину. Стал старик спрашивать у Кагуэхиме. — Скажи мне, что у тебя на сердце? Почему ты так печально глядишь на луну? В твои годы тебе только бы жизни радоваться. — Ни о чем я не грущу, — ответила Кагуэхиме. Но когда я гляжу на луну, сама не знаю отчего. Наш земной мир кажется мне таким темным, таким унылым. Старик было успокоился. Но немного спустя вошел он в покой Кагуэхиме и увидел, что она опять сидит, печально задумавшись. Старик встревожился. — Дорогая дочь, божество мое, о чем ты опять задумалась? Что заботит твое сердце? — Ни о чем особым, — я не думаю, — отозвалась Кагуэхиме. — Просто любуюсь на луну. — Не гляди на луну, умоляю тебя. Каждый раз, когда ты смотришь на нее, у тебя такая печаль на лице. — А как мне на нее не глядеть? — вздохнула девушка. И каждый раз в светлые ночи она выходила на веранду и неотрывно смотрела на луну долгим тоскующим взором. Только в темные ночи Кагуэхиме была по-прежнему беззаботна. Но лишь вечерняя луна появлялась на небе, как она принималась вздыхать, и грусть затуманивала ее лицо. Слуги начинали шептаться между собой. — Смотрите, опять задумалась. Не только чужие люди, но даже ее родители не могли понять, в чем дело. Однажды, незадолго до пятнадцатой ночи восьмого месяца, Кагуэхиме вышла на веранду и, увидев полную луну, залилась слезами, так как никогда еще до этого не плакала. Старик и старуха в испуге суетились вокруг нее и спрашивали, что с тобой, что случилось. Кагуэхиме отвечала им сквозь слезы. — Ах, я давно уже хотела обо всем вам поведать, но боялась вас огорчить и все откладывала. Но больше нельзя мне молчать. Узнайте, я не из этого земного мира. Родилась я в лунной столице, но была изгнана с небес на землю, чтобы искупить грех, совершенный мной в одном из моих прежних рождений. Настало время мне возвратиться. В пятнадцатую ночь этого месяца, в полнолуние, явятся за мной мои сородичи, посланцы неба. Должна я покинуть этот мир, но при мысли о том, как жестоко вы будете скорбеть обо мне, я с самого начала этой весны не перестаю грустить и плакать. И Кагуэхиме заплакала еще сильнее. — Что такое, что ты говоришь? — вскричал старик Таке Тори. — Кто посмеет отнять тебя у нас? Когда нашел я тебя в стволе бамбука, была ты величиной в семечко сурепицы. А теперь вон какая большая выросла. Со мной сравнялось ростом. Нет-нет, я никому тебя не отдам. Он в голос рыдал. Я не вынесу разлуки с тобой, я умру. Не было сил глядеть на его горе. Кагуэхиме стала ласково ему говорить. — У меня там, в лунной столице, остались родные отец и мать. Для них разлука со мной длилась одно краткое мгновение. А здесь, на земле, протекли за это время долгие годы. Полюбила я вас всей душой и думать забыла о настоящих моих родителях. Не радуюсь я тому, что должна вернуться в лунный мир, а горько печалюсь. Но что бы ни творилось в моем сердце, вернуться туда я должна. И при этих словах Кагуэхиме и старик пролили ручьи слез. Даже простые слуги так привязались к Кагуэхиме за долгие годы своей службы, так полюбили ее за благородство души и несравненную красоту, что теперь при мысли о разлуке с ней тоже безутешно горевали, глотка воды и то выпить не могли. Услышав об этом, Микадо спешно отправил посланца в дом старика Таки Тори. Старик вышел к нему, неудержимо рыдая. Скорбь его была так велика, что за несколько дней волосы его побелели, спина согнулась, глаза воспалились от слез. До этого времени выглядел он еще моложавым и бодрым, лет на полсотни, не больше, но от горя и тревоги сразу состарился и одрехлел. Посланец спросил его от имени государя, правда ли, что Кагуэхиме последнее время чем-то озабочено и все грустит. Старик ответил, не переставая лить слезы, «Передай государю, что в пятнадцатую ночь этого месяца явятся сюда небожители из лунной столицы, чтобы похитить нашу Кагуэхиме. Пусть государь вышлет ко мне в эту ночь множество воинов с приказом прогнать похитителей». Посланец доложил государю о просьбе старика Таки Тори и рассказал о том, какой жалостный у него вид. Государь воскликнул, «Немудрено! Один лишь раз видел я Кагуэхиме, и то не в силах ее позабыть. Старик любовался на ее красоту каждый день с утра до вечера. Что же должен он почувствовать, узнав, что у него хотят похитить радость его жизни, Кагуэхиме?» Когда наступил пятнадцатый день восьмого месяца, государь повелел начальникам всех шести полков императорской стражи выслать вооруженных воинов. Собрался отряд численностью в две тысячи человек. Государь поставил во главе его опытного начальника по имени «Такхано-Окуни» и послал это войско к дому старика Таки Тори. Там отряд разделился на две половины. Тысяча воинов окружила дом старика кольцом со всех сторон, взобравшись на земляную ограду, а другая тысяча начала сторожить кровлю дома. Многочисленные слуги охраняли все входы в дом, чтобы ни в одну щелку нельзя было пробраться. Все они тоже были вооружены луками и стрелами. В женских покоях внутри дома стражу несли служанки. Старуха крепко обнимала девушку, спряталась с ней в тайнике с земляными стенами. Старик запер дверь тайника на замок и сам столу входа. «Надежная у нас охрана», — радовался он. «Не поддадимся и небесному войску». А воинам, сторожившим кровлю дома, он крикнул, «Стреляйте во все, что в небе завидите, будь оно меньше малого, ничего не пропускайте». Воины, сторожившие на кровле, крикнули в ответ, «Не бойся, мы зорко глядим, пусть только что-нибудь в небе появится, сразу подстрелим, будь хоть с иголку величиной». У старика было от души отлегло, но Кагуэхиме молвила ему, «Как вы не стараетесь меня спрятать! Как храбро не готовьтесь к бою! Вы не сможете воевать с небожителями из лунного царства. Стрелы ваши их не настигнут. Спрятать меня вам тоже не удастся. Только они прилетят, как все запоры спадут, и двери откроются сами собою. Воины сейчас готовы схватиться с кем угодно, но лишь увидят они небожителей, как у самых смелых сразу все мужество пропадет». Старик в гневе завопил, «Хорошо же, тогда я сам вот этими своими длинными ногтями глаза им негодникам вырву, за волосы ухвачу и в землю вколочу, платья на них изорву, да пупай их заголю, а срамлю перед всеми добрыми людьми». «Ах, не говори таких нехороших слов!» стала его унимать Кагуэхиме. «Воины на кровле услышат. Или ты думаешь, не тяжело мне покинуть вас, одиноких стариков, будто забыла я все ваше любовное попечение?» «Как была бы я рада, если бы долго еще могла гостить на земле!» «Увы, назначенный срок окончился, и мы должны расстаться. Но не могу я опуститься в обратный путь с легким сердцем, зная, что еще и в самой малой доле не отплатила вам за ваши добрые заботы. От того-то уже многие месяцы выходила я на веранду, лишь взойдет луна и воссылала мольбу, о, позвольте мне здесь остаться хотя бы на один год еще, на один краткий год!» Но и в этом мне было отказано. Вот почему меня все время так мучила печаль. «Как грустно мне знать, что я принесла вам, моим дорогим родителям, только одно горе, и покидаю вас безутешных. Жители лунного царства прекрасны собою, они не знают ни старости, ни забот, ни огорчений. Но я не радуюсь тому, что вернусь в эту блаженную страну. Когда я вижу, как вы оба в несколько дней состарились от горя, я не в силах вас покинуть. О, как мне жаль вас, моих любимых!» «Не надрывай мне сердце такими речами», — сетовал старик. «Пусть небожители прекрасны, я им и дотронуться до тебя не позволю». И он со злобой пригрозил небу. Между тем прошла уже первая половина ночи. Близился час мыши. Час мыши, время с десяти часов вечера до полуночи. Вдруг весь дом старика Такэтори озарило сияние. В десять раз ярче света полной луны стало светлее, чем днем. Можно было рассмотреть на лицах людей даже ямочки, откуда растут волоски. Внезапно с высокого небесного свода спустились на облаках неведомые лучезарные существа и построились в ряд, паря в воздухе над самой землей. При этом, видя все воины, которые сторожили дом снаружи, и все слуги, охранявшие входы в дом изнутри, замерли от ужаса и сразу потеряли охоту сражаться, словно попали во власть нездешние силы. Еле-еле опомнившись, схватились они за луки и стрелы, но руки их, вдруг онемев, бессильно повисли. Самые смелые, победив внезапную слабость, пустили стрелы в небесных гостей, но стрелы полетели в сторону далеко от цели. Не в силах вести дальше бой, воины в душевном смятении только мерились взглядами с пришельцами из лунного мира. Небожители были одеты в наряды невиданного на земле великолепия. С ними была летучая колесница. Эта колесница могла летать по небу и был над ней навес из тончайшего шелка. Один из небесных пришельцев, как видно, их предводитель, выступил вперед и повелительно крикнул громовым голосом, так что во всем доме было слышно «Эй, Мия Цукамаро, выходи!» Тут старик так и тори, который до той минуты так храбрился, вышел за двери и свалился ничком почти без памяти. Гость из лунного царства сказал ему «Слушай, ты, неразумный человек, за твои малые заслуги дарована была тебе несравненная радость на краткий срок приютить в своем доме Кагуя-Химе. За это тебе в изобилии посылалось золото. Скажи сам, разве ты теперь так живешь, как раньше?» «В искуплении давнего греха, совершенного ею в прежней своей жизни, Кагуя-Химе, обречена была жить некоторое время в доме такого ничтожного человека, как ты. Грех ее теперь полностью искуплен, и я послан взять ее назад, на небо. Напрасны твои слезы и жалобы. Немедленно отдай нам Кагуя-Химе». «Ты говоришь, что Кагуя-Химе была послана в мой дом на самый краткий срок, возразил старик Такэ-Тори. Как же это? Уже два десятка лет с лишним я пекусь о ней, как о своей родной дочери. Может быть, ты ищешь какую-нибудь другую, Кагуя-Химе?» И старик прибавил, «А моя Кагуя-Химе лежит тяжело больная в постели и не может выйти из дома». Оставив его слова без внимания, предводитель небесных гостей велел поставить летучую колесницу на кровле дома. «Скорее же торопись, Кагуя-Химе!» — крикнул он. «Не можешь ты дольше оставаться в здешнем нечистом месте!» И вдруг все запертые двери распахнулись настежь сами собою. Решетки на окнах отворились без помощи человеческих рук. И Кагуя-Химе, освободившись из объятий старухи, вышла из дома. Старуха, не в силах удержать ее, только испуганно смотрела вверх, обливаясь слезами. Старик, лежа на земле, тоже плакал в бессильном отчаянии. Кагуя-Химе подошла к нему и сказала, «Я тоже не хочу расставаться с вами, но против своей воли должна вас покинуть. Прошу тебя, ты хоть погляди, как я буду возноситься на небо, хоть простись со мной взглядом. Что ты? Разве я в силах с тобой проститься? Горе мое слишком велико! Что со мной теперь будет? Ты покидаешь меня, старика, уносишься на небо. Ах, возьми меня с собою!» Кагуя-Химе стояла возле него, не зная, на что решиться. «Постойте!» Вдруг сказала она, «Я напишу письмо вам в утешение. Когда будете меня вспоминать, смотрите на него. Пусть оно послужит вам дорогой памятью». И, проливая горькие слезы, она написала, «Если б я родилась в вашем мире, среди вас, земных людей, то я с радостью осталась бы с вами, мои дорогие родители, чтобы рассеять ваше горе. Никогда, никогда бы я вас не покинула». Но, увы, это невозможно. Сейчас я сброшу платье, которое носила в вашем доме, и оставлю вам как память обо мне. В ясную ночь выходите глядеть на луну. Ах, мне так тяжело покидать вас, что, кажется, я на полдороги упаду с небес на землю. У одного из небесных гостей был в руках ларец с одеждой из птичьих перьев. Другой держал маленький ларчик, в котором хранился сосуд с чудесным напитком. Кто отведает его, тот никогда не узнает смерти. «Дева, испей напитка бессмертия», сказал небожитель. «Ты вкушала нечистую земную пищу и не можешь быть здорова». Согласно древней китайской легенде, белый заяц, сидя под коричневым деревом, растущим на луне, толчет в ступке пестом эликсир бессмертия. С этими словами небесный посланец поднес сосуд с чудесным напитком кустам Кагуэ Химе. Она лишь пригубила напиток и хотела было завернуть сосуд в сброшенный ею с себя земной наряд, чтобы оставить в дар старику Такэ Тори, но один из небожителей остановил ее и не дозволил ей это сделать. Он вынул из ларца небесную одежду из птичьих перьев и только хотел на нее накинуть, как она взмолилась, «О, погоди, еще немного!» «Когда я надену на себя эту одежду, умрут во мне все человеческие чувства, а я должна написать прощальные слова еще одному человеку». «Небожители устали ждать, что ты медлишь попусту!» воскликнули они. Кагуэ Химе ответила им, «Не судите о том, чего вам понять не дано», и спокойно, неторопливо начала писать прощальный привет Микадо. «Вы изволили выслать большое воинство, чтобы удержать меня на земле, но за мной явились посланцы неба, которых нельзя ослушаться. Я принуждена следовать за ними. Жаль мне и грустно расставаться с землею. Я отказалась служить вам лишь потому, что я существо неиздешнего мира. Пусть не могли вы постигнуть истинную причину моего отказа и, может быть, дурно подумали обо мне, но я невластна была со спокойной душою ответить вам согласием. А сейчас тяжестью легла мне на сердце мысль о том, что сочли вы меня дерзкой и бесчувственной. Разлуки миг настал. Сейчас надену я пернатую одежду, но вспомнился мне ты и плачет сердце». Окончив писать, Кагуя Химе подозвала к себе начальника государевой стражи и велела ему передать Микадо прощальное письмо и напиток бессмертия. Один из посланцев неба вручил их начальнику стражи. В тот же миг надели на Кагуя Химе одеяние из птичьих перьев и сразу же угасли в ней все человеческие привязанности. Перестала она жалеть старика Таке Тори и грустить о его участи, ведь тот, кто наденет небесную одежду из птичьих перьев, забывает обо всем земном. Кагуя Химе села в летучую кресницу и в сопровождении сотни посланцев из лунного мира улетела на небо. Глава десятая Гора бессмертия Фудзи Старик Таке Тори и его старуха плакали кровавыми слезами. Так велико было их горе. Домочадцы прочли им, чтобы их утешить, прощальное письмо Кагуя Химе, но старики только повторяли, зачем нам теперь беречь нашу жизнь, кому она нужна, не для чего нам больше жить. Они отказывались от всяких лекарств и скоро ослабели до того, что уже не могли больше вставать с постели. Начальник дворцовой стражи вернулся назад к государю и доложил ему о своей неудаче, а, окончив рассказ, вручил Микадо письмо от Кагуя Химе и сосуд с напитком вечной жизни. Микадо развернул письмо, прочитал его и так жестоко опечалился, что отказался от пищи и забыл о своих любимых развлечениях, стихах и музыке. Однажды призвал он к себе министров и высших сановников и спросил у них, «Какая гора всего ближе к небу?» Один из сановников ответил «Есть в провинции Суруга высокая гора, она и от столицы недалеко, и к небу всего ближе». Тогда Микадо написал стихи «Не встретиться нам вновь, к чему мне жить на свете? Погас твой дивный свет, увы, напрасный дар бессмертия напиток». Он прикрепил послание с этими стихами к сосуду, в котором хранился напиток бессмертия. Потом он выбрал человека по имени Цукино Ивакаса, что значит «скала в сиянии луны», и, вручив ему драгоценный сосуд, подробно объяснил, что надо делать. Цукино Ивакаса в сопровождении множества воинов поднялся на указанную ему гору, и там, выполняя волю государя, открыл сосуд и зажег напиток бессмертия. Чудесный напиток вспыхнул ярким пламенем, и оно не угасает до сих пор. Оттого и прозвали эту вершину «Горой бессмертия Фудзи». Столбом поднялся вечный дым к далеким облакам, к царству светлой луны, и легким дымком улетело с ним прощальное послание «Микадо». Так говорит старинное предание. Цукино Ивакаса Родовое имя военачальника Цуки созвучно луне, Ива – горные скалы, Цуки-каса – кольцо вокруг луны. Оттого и прозвали эту вершину «Горой бессмертия Фудзи». Так в повести прочтены по созвучию два китайских иероглифа, при помощи которых фонетически транскрибируется название горы Фудзи. Тут же шуточно обыгран один из возможных вариантов такой транскрипции – изобилующее воинами, ибо на гору поднялось множество воинов. Гора – это потухший вулкан. В эпоху создания повести он уже не курился. Горой бессмертия Фудзи. Субтитры создавал DimaTorzok